всем привет на моем канале и сегодня я нарисовала лесной пейзаж и решила записать его на видео более точно подробно и сбоку я расположила уже готовый результат который у меня получился начала я с того что надо смочить бумагу водой и слегка нанести голубой оттенок для неба немножечко где-то потемнее немножечко посветлее чтобы было более натурально и размазать его я пользуюсь достаточно круглой кисточкой легко ложится на бумагу и не не создают какие-то острые концы этой же кисточкой я продолжила рисовать фон зеленого цвета он конечно растушевиться и не будет таким ярким и попробуйте выбрать разные оттенки зеленого если у вас есть если нет то можно добавить немножечко желтого или же немножечко черного цвета и тогда цвет зеленый будет в разных оттенков фон впереди должен быть темнее поэтому и стоит добавить и немножечко может быть коричневого цвета или черного или же более темный насыщенный зеленый но не стоит забывать про проблески и и оставляйте зазоры такие более светлых оттенков не наносить там краску вообще или очень-очень светлого водяного оттенка если у вас получилось много воды то можно промокнуть бумажным полотенцем и вода впитается оставив приятный такой оттенок главное не переборщить потому что будут видны проблески бумаги здесь я решила добавить немножечко оттенка зеленого потому что было достаточно светлые дали мне это так получается или холмы или деревья не поймешь очень далеко вот но очень мне так больше понравилось и теперь начинаем рисовать елочки с верхушки и вниз не обязательно рисовать сразу ствол кому как удобно не более комфортно рисовать и одновременно и ствол и хвою и и и и и третья елочка она находится немножечко и ближе к нам по сравнению с этими двумя первыми поэтому она более темная и побольше более четко и и за ней я решила дорисовать несколько елочек и они более светлого оттенка практически размытые это как в далеке Продолжение следует... Много разных добавочек можно сделать на переднем фоне, или это какие-то травинки, кустарники, маленькая елочка я прорисовала, возможно, даже камушки. Более то, что внизу, это ближе к нам, можно более прорисовать травку, маленькие цветочки. Я проложила желтый оттенок, немножечко с коричневым, и также небольшой оттенок золотого. Теперь я наношу черную краску. Низ дерева и боковые веточки, немножечко травы, потому что это тень, теневые стороны, придает объем картинке. Добавляем темный оттенок для хомиков, и тоненькой кисточкой нужно дорисовать птичек. Последние штрихи, еще немножечко верховников, и готовый результат. Продолжение следует...